МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Назарбаев подписал поправки об ограничении участия государства в сфере бизнеса. Согласно закону, государству запрещается создание и участие в организациях, относящихся к субъектам малого предпринимательства. Кроме того, законом вводится норма, закрепляющая проведение антимонопольным органам ежегодного анализа товарных рынков на предмет выявления нецелестообразного присутствия государства в предпринимательской среде. Вместе с тем, с законом вводится норма, предусматривающая обязательную ликвидацию предприятий и юридических лиц со стопроцентным государственным участием. Рубль продолжает расти по отношению к тенге. Евро немного подешевел. Согласно сегодняшним котировкам, европейская валюта сдала свои позиции. Средневзвешенный курс доллара США остался без изменений – 185,8 тенге. Евро подешевел на одну тенге 6 иин. Сегодня стоит 199,29 тенге. Рубль демонстрирует уверенный рост, и сейчас его курс составляет 3,6 тенге. В Казахстане стартовала единая программа поддержки и развития бизнеса. Основной задачей единой программы является доступность к финансированию предпринимателям из сельских населенных пунктов, малых и моногородов. Программой также предусматривается увеличение производственных мощностей предприятий в сельских населенных пунктах, малых городах и моногородах. Еще одними из задач программы является расширение бизнес-инициатив предпринимателей, увеличение объемов произведенной продукции, обрабатывающей промышленности. Казахстан и Германия договорились о сотрудничестве в области энергетики. Соглашение предусматривает использование передового германского опыта при внедрении современных технологий ноу-хау в этой сфере в Казахстане. Соглашение вносит существенный вклад в реализацию межправительственного соглашения о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах, подписанного в рамках официального визита президента Казахстана ноу-султана Назарбаева в Германию. В Казахстане появились и растут компании, которые хотят предоставлять такого рода услуги. Мы почти на каждой неделе с ними встречаемся. Очень много проектов. Это и ветровая, солнечная, но солнечная у нас и в Пите, и в Астане, и в Алма-Ате во многих местах, в Чемкенте, в Казларде строятся. По ветровой энергетике у нас в Алматинской области планируются крупные проекты. Плюс еще вокруг самого Экспо и на самом Экспо будет целый ряд проектов, которые будут посвящены именно альтернативной энергетике. Очень интересный рынок. Он, естественно, не дешевый. Но для технологического развития, для инновационного развития государства он, в общем-то, очень важен. Началась реализация одного из самых социально значимых проектов экономического пояса Великого Шелкового Пути. Создание казахстанско-китайского сельскохозяйственного научно-производственного парка «Шелкового Пути». В рамках проекта предусматривается создание научных и производственных зон самых современных и инновационных, а также экологически чистых продуктов, растениеводства и животноводства. Первый этап проекта рассчитан на три года, и общий объем инвестиций составит более 160 миллиардов тенге. Инициатором и идейным вдохновителем проекта является Ассоциация Думган Казахстана. Доллар ушел ниже 51 рубля впервые с 17 апреля, евро ниже отметки 55 рублей. Рубль дорожает за счет продажи экспортной выручки, которую отмечают участники рынка при одновременно низкой активности покупателей валюты. Одновременно в пользу рубля и заметное снижение корпоративного спроса на валюту в последнее время на фоне ухудшения показателей импорта и по мере прохождения пиковых значений уплаты внешних займов первой половины года. В ЕАЭС могут упростить ввоз форели и лососи. Возные пошлины в размере 0% предлагают установить в отношении некоторых видов форели и лососи. В настоящее время ставка ввозной таможены пошлины в отношении данных товаров составляет 10%. Также в проекте решения предлагается нулевая ввозная пошлина в отношении оплодотворенной икры рыбы, кроме осетровых. Нынешняя ставка на ввоз достигает 8,7%. Беларусь перестала поставлять нефтепродукты в Россию. Это временное решение связано с тем, что в России слишком низкая стоимость нефтепродуктов. Получается, что при нынешних ценах Беларуси просто-напросто невыгодно поставлять нефтепродукты. Ранее в этом году российские СМИ сообщали, что Беларусь хочет добиться снижения согласованных объемов поставок бензина в Россию из-за его низкой цены. Как поставлять, если сумма убытков при поставках нефтепродуктов выше, чем сумма прибыли? У нас есть право не поставлять нефтепродукты, если цена на них ниже среднеевропейской. И мы этим правом пользуемся. Резервы России сократились на 3,6 миллиарда долларов за неделю. Объем резервов падает вторую неделю подряд после двухнедельного роста. В феврале они сократились до минимума с 2009 года. 376,2 миллиарда долларов. Международные резервы – это высоколиквидные иностранные активы, которыми располагают Банк России и правительство. Они состоят из иностранной валюты, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и золотого запаса. Какие бы меры в экономике правительство не предпринимало, их конечной целью является смягчение последствий кризиса для людей. И наша задача – помочь людям пройти этот период максимально безболезненно. Хотел бы подчеркнуть, что, несмотря ни на что, мы социальные обязательства полностью исполняем. Полностью исполняем. Ни для кого не должно быть сомнений, что, как бы ни было трудно, будут выплачиваться зарплаты, будут индексироваться пенсии. Социальная стабильность – это одно из важнейших достижений последнего времени. И мы делать будем все для того, чтобы ее сохранить. Мудис понизил рейтинг пяти белорусских банков. Понижение рейтинга связано с неблагоприятными изменениями в сложных условиях ведения бизнеса в Беларуси, высокой инфляции до эвалюации белорусского рубля в конце прошлого года и начале этого, а также с сильным дефицитом по текущим операциям и уязвимостью в результате ухудшения российской экономики. В Беларусьбанке заявили, что оценки международного рейтингового агентства Мудис в отношении Госбанка не объективны, поскольку еще в 2011 году между сторонами было расторгнуто соглашение о сотрудничестве. Россия готова поставлять мясо птицы в Индию. Данный вопрос будет в ближайшее время обсуждаться на встрече представителей Россельхознадзора и Министерства сельского хозяйства Индии. Чиновник со своими коллегами провел в Индии инспекцию шести предприятий по производству буйволятины, в дополнение к четырем, которые уже были аттестованы в начале поставки своей продукции в Россию. Цена на нефть марки «Брент» превысила 65 долларов. Изменение цен на нефть наблюдается на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. 26 марта Саудовская Аравия вместе с союзниками начала в Йемене военную операцию под названием «Буря решимости» против сторонников движения «Хуситов». 21 апреля коалиция ближневосточных государств объявила о прекращении военной операции. В результате обстрелов погибли более 760 мирных граждан и почти 4000 человек получили ранения. Deutsche Bank выплатил 2,5 миллиарда долларов финансовым властям Великобритании и США за махинации. Deutsche Bank должен был уволить семь сотрудников. При этом лондонское подразделение банка признало свою вину по обвинениям американских властей в уголовном правонарушении мошенничестве с использованием электронных средств. В процессе манипуляции с процентными ставками участвовало 29 сотрудников Deutsche Bank, в том числе старшие управляющие и управленцы среднего звена, трейдеры и ряд других сотрудников немецкого банка в Лондоне, Нью-Йорке, Токио и Франкфурте. Суммарные убытки банков Украины выросли в 40 раз. 80% из них были сформированы неплатежеспособными банками, в которых действуют введенные фондом гарантирования вкладов физических лиц временные администрации. Отрицательный финансовый результат банков сформировался прежде всего за счет существенных объемов отчислений в резервы на возможные потери от активных операций, в том числе по кредитам заемщиков, платежеспособность которых ухудшилась. Биржевые торги в Токио открылись снижением котировок. Ключевой индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 0,34%. Более широкий индекс Topics также уменьшился на 0,16%. Котировки в Токио ушли вниз после трехдневного роста на фоне слабых экономических показателей США. Индекс промышленного производства в США снизился до самого низкого уровня за последние три месяца. Эти же показатели в Европе и Японии также опустились ниже ожидаемого уровня, что повлияло на настроение инвесторов. Редактор субтитров А.Семкин